Федеральная налоговая служба опровергла увеличение налога на машины дешевле 3 миллионов рублей. Никаких изменений в отношении так называемого налога на роскошь не принималось. Повышенный транспортный налог по-прежнему придется заплатить владельцам автомобилей, которые входят в перечень Минпромторга России. Причем цена покупки в этом случае не учитывается, сообщили Федеральной налоговой службе. Ранее в ноябре ФНС предупреждала владельцев автомобилей дороже 3 миллионов рублей о необходимости платить налог на роскошь, даже если они приобрели свое транспортное средство со скидкой, поскольку для расчета налога ведомство использует не цену сделки, а специальный порядок, утвержденный Минпромторгом. Повышающие коэффициенты на транспортный налог для владельцев дорогостоящих автомобилей, так называемый налог на роскошь, применяется в стране с 2014 года. Минпромторг ежегодно обновляет перечень подпадающего под повышенное налогообложение транспорта. Документ опубликован на сайте Министерства. Базовая ставка налога в каждом регионе своя, а повышающий коэффициент зависит от средней стоимости и года выпуска автомобиля.